Всем привет! С вами я, Марина Чернова. И главные правила моих кулинарных видеорецептов готовить вкусно, просто и недорого. Сегодня я покажу ещё один рецепт с портулаком. Я буду использовать этот ничего не стоящий, великолепный сорняк вместо дорогой стручковой фасоли. Многие люди любят стручковую фасоль готовить с яйцами. Так вот, я вместо стручковой фасоли буду готовить портулак. Заменю стручковую фасоль на портулак. Для этого мне потребуется портулак, репчатый лук, яйца, соль, перец и масло. Портулак я нарезаю кусочками, примерно такими же, как и стручковая фасоль. Портулак нарезали, теперь режем репчатый лук, нарезаем мелко. На портулак мы поставили воду, ждём, когда она закипит. В это время в сковородку наливаем подсолнечное масло. Кто хочет, может использовать сливочное. В масло разогретое высыпаем репчатый лук. Вода закипела, подсаливаем её и отправляем туда портулак. Доводим до кипения и готовим пару минут. В конце готовки лука я добавляю кусочек сливочного масла небольшой. Портулак закипел. Пару минут готовим его. Всё, на друшлак откидываем портулак. Можно вот так вот шумовкой, чтобы если вдруг что-то осталось в портулаке, там песок, осталось на дне. Если вдруг. Вообще надо хорошенько его просто мыть. Дали стечь воде. И теперь выкладываем портулак в лук. Всё как со стручковой фасолью. Обычно вы делаете всё то же самое, только с портулаком. Сейчас мы его будем солить и перчить. Так, солим. Добавляем чёрный перец, ну немножко прям. Портулак с луком обжарили ещё, где-то примерно минутку. Теперь добавляем яйца. Я добавляю 4 яйца. Яйца можно добавлять по желанию. 1, 2, 3, 5. Это как вы захотите. И всё перемешиваем. Перемешиваем. Вот так. Вы увидите, что яйца уже готовы. Всё. И выключаем. Пересушивать не надо. Портулак готов. Я выложила его на блюдо. И украсила нарезанным зелёным луком. Украшать можно, как я всегда говорю, всё, что дома есть. Листиками зелени, помидорчиками. Ну я вот сегодня зелёный лучок порезала. Значит, портулак я приготовила. Получилось вкусно, полезно, быстро. Недорого и питательно. Портулак превосходит по витаминам и полезным веществам фасоль стручковую. И, как я уже говорила, это совсем ничего не стоит. Кстати, портулак, так же, как и стручковую фасоль, можно заморозить на зиму. Я вот уже несколько лет замораживаю. И зимой готовлю так же, как и из свежего портулака. Он лежит отлично в заморозке, как будто свежий. Очень выручает зимой. Если понравилось моё видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. И вы узнаете много интересного. Всем удачи и хорошего настроения. Спасибо.